Задача законодательной и исполнительной власти Задача состоит в том, чтобы сократить истежки расходов на управление Сделать меньше чиновников Сократить ненужные расходы на бюджетную сферу Убрать барьеры между двумя-тремя муниципалитетами По социальному обслуживанию, по образованию По нахождению детей в детских садах По транспортной системе Нужно обновить транспортную систему Это очень глобальная задача Нужно вообще изменить систему доставки людей Областным пассажирским транспортом Но законе-то об этом напрямую не прописан Но уже в самой стратегии развития Ростовской области Будет четко расшифровано Каким образом, куда мы идем Для муниципалитетов это возможность Заключить агломерационное соглашение И за счет вот этого соглашения Получить дополнительные источники финансирования На решение муниципальных проблем В отношении тех, кто создает агломерацию Это значит сокращаются издержки И на сумму сокращенных издержек Можно больше дать денег На строительство новых поликлиник Больниц, фапов, школ, детских садов И так далее Где-то на модернизацию, где-то на ремонт Где-то на новую дорогу Но уже муниципалитеты между собой Должны находить консенсусом Решение, что вот выгодно и для тебя, и для меня Не так дорогу проложить, а так В интересах жителей не одного населенного пункта А пяти населенных пунктов Это то, что может быть невозможно увидеть из области Но внутри агломерации это можно увидеть И это нужно делать с учетом интересов Нового подхода к экономике Развитие территории города, станицы, хутора Не самого по себе, а внутри агломерации Для того, чтобы перераспределить и бюджетные расходы Но самое главное сделать эту территорию экономически привлекательной Чтобы туда пришло новое производство Новые технологии, а значит новые рабочие места С новым уровнем заработных плат Тема развития агломерации Это стратегическая тема Это не тема сиюминутного Мы не получим результат ни завтра, ни послезавтра Это тот результат, которым будут пользоваться наши дети Ну и мы Возможно, но уже в другом качестве Агломерация это перспектива Это воздух для будущего развития области Я думаю, что принятие этого закона будет дополнительным стимулом К тому, чтобы муниципальные образования активнее включались в эту работу И вот важно будет то, что будет прописано в этих соглашениях Вот как договорятся муниципалитеты Какие условия существенные будут заложены в текст этих соглашений Такими и будут агломерации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...